Я трудно могу прокомментировать эту игру, потому что она была на исключительно лоши условия. После первых 10-15 минут и площадка так испортила, что за футбол очень трудно можем разговаривать сейчас. Эта победа для меня много значит и ничего даже не значит. Много, потому что это все равно победа и это результат от усилия наши футболисты. Они старались и я за это них поздравляю. А ничего, потому что, как и сказали, это вообще не было в футболе без красота. Не то красота в футболе, не то. Просто бил, вперед, борьба и так 90 минут. Такой мой комментарий за это игра. А как вы цените игру в новичков команде? Наши новички. Боролись, хорошо боролись. Успех желаю на Закарпатте. Спасибо вам за участие. Сложно прокомментировать этот поединок, потому что погодные условия в поле сложная ситуация. Попали, конечно, в это болото. Когда, конечно, для двух команд сразу же и перед игрой предупреждалось, что будет борьба, кто будет сильнее выиграть борьбу, тот и победит. И не допустить никаких просчетов, ни одной ошибки. Мы же пропустили один пробой, но одну ошибку и уже сравнять не смогли, потому что очень сложно. Отдали много сил, хотя и перестроились. Но сложно что-то показать на этом поле, какую-нибудь атакующую игру. Мы перестроили игру два нападающих, начали туда играть через длинную передачу. Мы старались зацепиться, но команда Донецкая очень квалифицированная команда. Подбор футболистов у них очень высокого качества. Жалко, что мы не набрали очки. Хотя бы одно, но сложно была. Команда очень хороша, и на этом поле сложно что-то было придумать. Так, у меня нет претензий. Есть некоторые претензии по первому тайму к некоторым футболистам, которые чего-то перепугались, не зная чего. А так по самоотдаче все футболисты выложились. Просто жалко на них было смотреть сейчас. Но жизнь продолжается, еще раз говорю. Никто в голову не собирается опускать. Нужно брать свои очки. Свои. Свои. Вы знаете, какие. Это следующая игра домашняя. Это вот там, если уже будут спротыкания, туда уже будут большие проблемы. Сейчас пока еще можно еще, как говорится, не хочу я упрекать всех, потому что старались. Как бы там ни было, все старались, потому что очень сложно. У нас получилась подготовка сложная. Это последний сбор. Мы проводили мать почти весь на искусственном поле. И попав в эту грязь, конечно, немножко не угадали. Как говорится, немножко с ногами, с подготовкой чуть-чуть. Потому что не было возможности тренироваться на земле. Тренировались все время на искусственном поле. Это две большие разницы. Все равно я вижу, что ребята все равно готовы. Чуть-чуть что-то не получилось, что-то получилось, но все равно мы хотели этого. Никто не может бросить в нас камень, что мы не хотели хотя бы добиться ничей. Глазка, запятай. Смотрите, пожалуйста, игра без моментов. Как объясните, почему моменты не создаются? Хотели создавить, но не получилось. В первом тайме еще пытались, во втором пытались, боролись. Ну, борьба, вы пойдете на поле, выйдете, создайте что-нибудь. Если честно, не то, что я там защищаюсь футболистов. Я понимаю вас, и я еще раз говорю, я не виню футболистов, я беру вину всегда на себя. Ну, просто очень сложно. Вот опять же, я сейчас шел туда. Там как-то даже мне просто... Я сейчас посмотрел на них, думаю, как же они там вообще бегали. И мы, и команда из Донецка, просто жалко было эти две команды. Просто были предположения с предмета лиги перенести еще на недельку вперед. И подсохла все. Другая игра, другой футбол. А это, ну, сами понимаете, в первом тайме я попытался играть в пять полузащитников, пока более-менее, потому что квалификация футболистов из Донецка очень хороша, потому что и Кинсли, и Янка, все игроки сборных своих стран, это о чем-то говорит. И просто нельзя было середину поля, если играть против них, там, оставить. Думал, в первом тайме пока еще поле более-менее. А у нас некоторые футболисты чего-то перепугались, выпали, начали отдавать прям свои чужими. Хотя опытные ребята, знаете, на сборах показывали непокой футбол. А моменты хотели создавать, и боролись, сцеплялись. Но очень сложно что-то. Где-то чуть подскочил, не долетел. Где-то чуть-чуть и пошел в сторону. Только еще раз говорю, конечно, как говорится, у нас плохому танцору что-то мешает. Но если так трезво и правильно разбираться, то поле было очень сложно. Что для нас, для соперников. А если можно, два слова про новичков команды? Ну, новички у нас, вот видели нападающий Алексеев. Были у нас, были у меня мысли сразу поставить или еще раз, но просто сказал, пока поле хорошее. Я уже ответил на поле, думаю, насытить середину поля. Хотя, может быть, это и неправильно. Ну, Райчевич играл опорного полузащитника. В общем-то, я думаю, что неплохо он играл. Иванов, правый хал, сегодня выпал. Если так честно сказать, то выпал. Хотя, такая ситуация получилась, если считаете, команда из Донецка тоже считает иностранцев. И нам пришлось сейчас считать иностранцев. Потому что мы не смогли заявить Гибалюка, у нас было наигранно было все. Мы, получается, поставили Малыгина иностранца. И у нас уже поломалось, пришлось сменять Гомеса иностранца. Хотя он неплохо выглядел, но исходя из этой ситуации получилась такая проблема. Ну, Малыгин, видели, боец, сражался на хауши, центральный защитник. Очень здорово смотрелся на сборах. Ну, и сегодня против такого нападающего в Камугуне, видели, и высокий, и плюс хорошо играет головой. Ну, классный футболист, ну, старался, справлялся, а где-то не справлялся. Ну, Вадик его всегда страховал. Кто еще у нас новичок? Семочка вышел, мастеровитый футболист, но он просто еще только появился к нам, 4 дня всего. Давно не играл. Ну, опять же, из-за того, что иностранцам надо было выходить, выпускать, потому что Иванов просто выпал. Кто еще у нас? Малыш в замене еще был, Игорь. Тоже это опорный полуощетник, но не было смысла его выпускать. А сейчас команда перестроится на два нападающих? Ну, нам терять нечего. Будем играть два нападающих. Ну, опять же, поле, ну, с каким соперником? Если в Харькове, ну, я думаю, нет смысла нам играть на нападающих, то в Заре это однозначно будем играть два и в три нападающих. У нас еще есть неучий кудесник, мяча кудесник. Он просто, я, мне просто даже как-то, мне непонятно даже, я сколько работаю, таких еще не видел, ребят. Просто все сборы, он болел. А вчера он приходит, я готов, мне говорит, я готов играть. Я говорю, да ты вот ноги не вытащишь в этом поле. Я, говорит, готов играть. Вчера, говорит, поехал за дубль, играл возле последнего защитника. Разыгрывал, все красиво у него на искусственном поле. Ну, тоже надеемся все-таки, думаю, может возьмется с голого. Потому что я еще раз говорю, все только началась тяжелая работа, он сразу выпадает. Сразу у него тянет, сразу у него болит. И все сборы он пропустил. Все сборы он пропустил. А еще и какую-то поехал, где-то не был дома, и визу какую-то не сделал, еще в Турции неделю сидел лишнюю. Не выпускали его. Я говорю, что может там бы оставили, но всегда за турецкий клуб бы играл бы себе потихоньку. А с Алексеем ситуация там проснилась? Там не в чьи вроде какие-то претензии-то дали? Не, все нормально. Он вроде бы как... Там тоже была ситуация. Я его с начала сбора приглашал. И уже все решил, все договорился. Потом приезжаем в Турцию, договорились, что он в Турции к нам присоединится. С первого дня. А там раз и получилось. Ну, все в оконцовке определилось. Но он, конечно, пришел уже за 4 дня до сбора, за 3. И пропустил много опять же. И почему я не решил составить? Потому что в Венгрию он тоже пропустил, потому что не было визы. И он приехал тоже за 3 дня. Так что была опять скомканная у него подготовка. Но парень здоровый, мощный. Мы на него рассчитываем. Я думаю, он нам поможет. Вопросы еще открытые, потому что там чуть-чуть непонятно все. Я думаю, будет все нормально. Мы наигрывали его, и очень неплохо. Он смотрелся, очень хорошо включается в атаку. И успевает вернуться назад. Такой квалифицированный футболист. Я думаю, что мы решим этот вопрос. А так я просто еще раз хочу вас... Не бросайте в ребят камень. Можете все в меня бросать. Потому что они старались, честно хотели. У нас есть проблемы. Они сами это высказывают. Ну, спасибо вам.